Я не понял, до этого я что в эфире не был? Еще раз всем привет! Сейчас нахожусь в Дубае. Странные звуки. Я тут с вами полчаса разговариваю, оказывается в эфир еще не вышел. А, это кошки. Это кошка. Она издает странный звук. Я, в общем, уже вам все рассказал, где я нахожусь и что я делаю, просто вы меня не слышали. Оказывается, я был не в прямом эфире, я был в Солнце Буре сговорю. Видите, голова Будды. Такой. What is here? Беседка наша. Всем доброго утра. Кто на работе? Мы остановились в этот район Эмирет Мол. А это, я не знаю, сейчас мы находимся в другом районе, мы уже приехали сюда. Это мы далеко отсюда. Это ближе к центру, недалеко от души. А мы живем дальше. Еще раз давайте остановим. Вот, духовный мусор выглядит вот так. Это всякие штучки, которые уже подиспортились, их то ли будут реставрировать, то ли что. Потому что здесь все стоит на улице у них. Давайте мы заглянем вот сюда. Что сюда? А, во. В общем, воды нет. Что-то нет, потому что. Ну, там Пегас. Вот. Это лодочка. В общем, все такое. Вон кошак, это орал, который все-таки март есть март, все равно орут. В общем, здесь все интересное. В этом доме здесь хозяин висом, он это вот все сам делает. В общем, всем новеньким привет подписчикам. Большое вам спасибо за комментарии, потому что сегодня и вчера вот за два дня было рекордное количество комментариев. Они приближаются уже к трем тысячам. Это очень удивительно. Я такой активности не наблюдал на своей странице. Ну, не было такого. Я сейчас в Дубай. Тех, кому не отвечаю я на WhatsApp, на WhatsApp я не могу. Ну, вот время будет, я обязательно разгребу переписку, потому что, ну, некогда. То я в самолете, то я из самолета только. И поэтому на сутки вырубил, и я не мог отвечать вам. Поэтому я обязательно отвечу. Не переживайте. Сейчас много поездок запланировано, и из этого запись на какие-то даты такие, на недальние остались. На ближайшие очень мало там времени. Вот. Смотрите. Таких мест в Дубае, я так понимаю, немного. И это одно из тех, которое, ну, такое, какое-то духовно такое интересное. Очень. Здесь одуховотворено все. В Астане я буду теперь уже в мае, поэтому в начале мая, 6 мая прилечу в Астану. Вот. Вот так примерно. Все выглядит. Так, прикольно. Здесь даже... Хотите, я вам покажу пепельницу, которая выглядит духовно. Так, такой ржач. Я вам тут про духовность, про духовность. А раз, здесь дети, а здесь, оказывается, еще и курят. Сейчас. Я так понимаю, они еще размножаются иногда. Так. Кто здесь хочет участвовать? Я не знаю, сейчас полчаса осталось до мастер-класса. Потому, получится поработать или нет, если только хочется. Вопросы позадавайте, я поотвечаю. Здравствуйте. Вы летели? Хорошо. Мы очень... Мы летели Аэростаной, и поэтому очень комфортно. Потому, что если лететь в Флайдубай, то Флайдубай, там сиденья узкие. То есть, там следующий ряд начинается очень близко, и у меня ноги не влазят. Не кормят, там морозят специально, чтобы пледы покупали. То есть, там в аренду брали. А в Аэростане, в общем, все по-человечески. Комфортно. Кормят. Летишь. В общем, какие-то, если есть предпочтения, подходят и говорят. В общем, классно. Вот. Активность была очень крутая вот эти два дня. Я, честно говоря, в шоке. Я хотел поставить, что мне понравился комментарий. Меня заблокировали. Я не могу поставить лайки на собственной странице. Из-за того, что слишком много у вас этих комментариев было. И я соберу потом вопросы, которые там особенно под видео было, где с девочкой работал, у которой вот ребенок умер. И там очень много было таких комментариев хороших и позитивных. Были комментарии типа «плохо играете» или «хорошо играете», там типа «актерская игра». Ну, почему. Вот. Плохо слышно. А вот так. Я, наверное, микрофон закрыл рукой. Сейчас должно быть слышно лучше. Алкоголизм, честно говоря, иногда получается, но я не люблю с этим работать. И нет у меня кайфа от этого. Лучше кодируйте, мне кажется, чем… Не хотят в основном люди бросать свой алкоголизм, поэтому им не помогает. Сейчас лучше стало слышно? С утра смотрел… Посмотрите, кстати, рекомендую Дудя. Сегодня вышло новое интервью с парнем, с казахом Эй Султаном. Он этот оператор, он там рэперов снимает американских, то есть у него заказывают фильмы, клипы заказывают уже в Америке. И такой крутой мальчик, 22 года, он уже и зарабатывает хорошо, и достаточно популярный, и очень приятно, что наши соотечественники так умеют. Тихий звук не знаю. Я вроде на максимуме все у меня стоит, и не знаю, лучше выдать пока не может мой телефон. В Астане буду индивидуально принимать 4 дня где-то, и потом будет тренинг, и потом опять уеду. Женя, привет! В Дубай мы приехали сейчас с Галией. Детей оставили маме, мама с детьми занимается. Привет! А мы, в общем, здесь, у нас нулевой месяц. У меня письма прощения похожи на гневные письма, это нормально, это хорошо. Письма прощения, они не будут иметь характер таких, знаете, я, ладно, я тебя прощаю. Нет, все открыто, не знаю. Давайте попробую чехол снять, может. Он там в ухо не сильно дунул. А так нормально, так лучше слышно. Вот. Чехол снял, не знаю, он как-то влияет, не влияет, но надеюсь, что он не влияет. Первые письма прощения не очень злые должны быть. И я тебя прощаю за то, что ты там меня сволочь, там та-та-та-та. То есть они больше такие, нежели там... Нормально слышно. Ну хорошо. Вот. Что еще? Ну, спасибо. Сразу заодно отдохни-ка следует. Ну, отдохнуть, да, здесь скорее всего получится, потому что здесь индивидуальных встреч не так много, как в Казахстане. И... Я сейчас в Дубай. Вот. И поэтому времени будет больше, и сами погуляем. И здесь, знаете, здесь еще... Здесь можно быть вегетарианцем, потому что очень много фруктов, овощей каких-то. То есть у них в культуре много они кушают. И если раньше, когда мясо ел, то было... Здесь нечего было как будто кушать. Сейчас как будто здесь еды много. Если один день пропустил писать письма прощения, то заново пиши. Сейчас в Дубай. Письма прощения ты пишешь 40 дней, и на сороковой день, если у тебя они еще гневные, там есть где-то какие-то нотки, то лучше этим людям еще 40 дней прописать. Ну, в основном, люди им прощают. Я мясо, да, я сейчас не ем. Я уже второй месяц мясо не кушаю. Вот. И... Поэтому я смотрю, кожа чуть-чуть даже лучше стала. Как будто... И самое интересное, что ты, когда мясо не ешь, то у тебя объем пищи сокращается со временем. Ты меньше ешь. Как только ты начинаешь кушать мясо, у тебя объем еды увеличивается. Я не знаю, с чем это связано. Но... Почему-то... Почему отказались от мяса? Я уже это делал... Привет, Маркес. Я в Дубай сейчас. Я уже это делал давно, и... 20,5 года я не ел мясо, и... Потом я много ел... Знаете, на картошке сидел. Картошки много кушал, потом... Мучного много ел. Вот. Потом опять начал есть мясо, и у меня стали портиться зубы. То есть, ну, этот... Парандотоз начался. Я заметил, что когда я был вегетарианцем, не ел мясо, то у меня парандотоза не было. И сейчас опять отказался, у меня опять его нету. В общем, не для того, чтобы были зубы, поэтому... Снова, как в первый раз потом. Я вас понял правильно. 15 дней писала, пропустила на 16, и пишет заново 40 дней. То есть, должно быть непрерывно 40 дней. Чем заменяете мясо? Мясо я ничем не заменяю. Я ем и ем. И не обязательно его заменять. Оказывается, чем-то заменять. Это все мифы. Знаете, там не хватает того-то, там белка, там еще чего-то. Миф это. Вот. Привет. Эфир, да, я сохраню. Я сегодня мастер-класс. Может, начало там, когда будет вечером. Может, что-нибудь поснимаем. Вот. Поэтому, мой вопрос пропустили. Там я вас как найду сейчас. Лучше заново напишите, я отвечу. Потому что... Здесь тяжело по смайликам отслежу. Я не знаю, как зимой без мяса. Это нормально без мяса зимой. Вы можете позвонить, но поработать мы сейчас не получится. Ну, давайте попробуем. Наберите. У нас есть минут 20. Если получится что-нибудь полезного выдать, то давайте выдадим. Что за письмо? Письма прощения. Письма прощения. Можете найти их в Ютубе. Забьете письма прощения и выйдет видеоролик на 9,5 минут, по-моему. И там можете послушать и посмотреть, что там происходит. Прописать. Это, наверное, единственное, что ты можешь сделать сам для себя очень полезного. Да, мой ролик. Да, мой ролик. Чего вы не звоните в эфир? Ай, Мишлин. Давайте еще раз красоту покажу. Это Дубай. Это House of Om. Это пространство, где я провожу тренинг в Дубае и где проводим мы мастер-классы. Вот. Смотрите. Потихоньку буду показывать, чтобы вы оценили вообще тот уют, красоту, которую здесь создал вот хозяин этого пространства. Висом. Кто ездит в Дубай, то я рекомендую это место посетить. Здесь очень много мастер-классов. Это что-то вроде наших йога-домов. Но здесь просто всего такого. Канал называется Игорь Ким в Ютубе. Не стал я проявлять креатив какой-то сильно. Проводить нет. Здесь есть помещение. Там просто его убирают. Можно по очереди писать на версии. Нет. 40 дней каждый день всем про письма прощения. Не ищите легких путей. Вы можете по 7 человек писать. 40 дней вы будете знать. 20 лет у вас уйдет. Посчитайте просто. Вот. Смотрите. Здесь он ловит снов. Смотрите. Тут я так понимаю это чакры должны быть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот чакры. Пальма. Экзотичное для наших мест очень место. У нас пальмы ассоциируются у всех с отдыхом. Я когда вижу пальмы, мне кажется, что там все прекрасно. Скорее всего здесь нельзя в прямой эфир выходить. Что-то сбрасывается как-то. Я вчера пробовал как-то подключить и сейчас почему-то не происходит. А если я оставил список и вспомню. Да. Сразу. Очень тяжело начать писать письма. Красиво. Спасибо большое за хорошее пожелание. Вот. 30 человек это мало. Вы 70 найдете. Знаете, что здесь еще интересное? Здравствуйте. После вправления позвонили. Можно конечно. Позвоночники, блюферопластика. Я не знаю. Единственное то, что это стресс еще один дополнительный. Не знаю я. Как он. Смотрите. Вот. И смотрите как это сделано. Они выплавили специально под деревьяху этот сосуд и туда налили свечку. Это вы наверное да плохо искали. Здесь то же самое. Мне как-то знаете девушка звонила и говорит. А я 400 человек нашла. Это вообще со мной все хорошо. Я говорю с вами все хорошо. Вы наверное честны с собой. Это еще раз повторюсь. Это Дубай. Это house of home. пространство. Это там где мы проводим тренинг. Вот. Давайте там походим еще. Где красивенько. Красивенько где. Вот. А теперь. Вы пишите. Только я отвечу позже. Можно конечно. И на WhatsApp можете писать. На WhatsApp я обычно отвечаю быстрее. Но сейчас пока не получается ответить. Вот. Вот этот пегас. Он из дерева. У нас в Казахстане где-то в каком-то торговом центре. Я видел такую не лошадь была. Но кто-то другой был. Но стиль примерно тот же самый. У нас уже тоже такие лошади есть. Это виса мы его подарили. И это единорог здесь вообще. Ну типа. Это ваторобка вот. Это лодка. Там лежаки. И если честно я вообще насчет еды не парюсь. Я ем то что хочу. И я не замечал что я фасоли много ем. Или яблоки. Яблоки. Яблоки оскомина у меня от них. Я яблоки не очень сильно люблю. Я не знаю. Я только начал. Но это наверное спросите через годик наверное. Про питание. Про предпочтение. Но я сейчас фруктов много стал есть. Апельсинов. Бананов чуть-чуть. Мандаринов. Потом это хурму ем. Давайте посмотрим. Участник. Просто спину я не принимаю у людей. Вот когда говорят мне только спину. Там оно не получится только спина. Не получил чего. Знаете здесь ватсап блокируют. Чтобы мы не могли общаться бесплатно. И я думаю что в инстаграме может тоже такая тема. Я уже второго человека хочу подключить и не могу. Что ватсап блокируется. Здесь нельзя только через VPN. VPN у меня в общем срок годности вышел. И надо его оплатить. А я что то не хочу. Потому что. Ну в общем попозже может оплачу я VPN. Попробую. Потому что до этого я пользовался им несколько раз. И он был бесплатный. А потом что то стали блокировать. Поэтому. Я получил. Я вас подключал. Мишлен Звезда. Я подключал вас. Вот сейчас еще одного человека. Раз. Он соскакивает. Это не отель. Это house of home. Пространство. Это. Это. Йога дом. Вот так. Мой профиль работы. Я помогаю людям. Восвобождать их эмоциональные блоки из тела. Вот. Вот. Это то что чем я занимаюсь. Это то. Чем я занимаюсь уже ну седьмой год по моему. вот. Давайте. Угу. Видите он. Он даже не выглядит. вот посмотреть друзья честно не получается вас я вас пробую подключить прямому эфиру и почему-то сбрасывает я в дубай здесь холодно они говорят это статистику и дедов здесь 20 градусов где-то и такой прохладный ветер это знаете начало августа наверно алматинская как узнать если у вас нет состояния счастья эйфории какой-то вот радости от жизни то значит вам надо ко мне примерно так и это знаете это то что то что я делаю это не лайфкоучно это не просто поговорить это прям внутренние проработки в инстаграме посмотрите конечно там оператор на вырезал ужасов и если из контексте даже некоторые видео я их не вставляю минутные потому что все сессии идет где-то около часа там минут сорок там шестьдесят и некоторые вещи вырваны из контекста выйдет просто как будто я ну женщина дуба все там и она там плачет из-за этого то есть это же происходит постепенно то есть мы раскачиваем эмоционально она дышит она начинает плакать и я ей помогаю усугубить ее горе потому что это горе надо прожить до конца и в момент слез вот этих человек высвобождается и тогда уходит вот эта душевная боль вот ну вот это то что чем занимаюсь вот я знаете так наверное я даю человеку шанс начать все заново как будто не было стресса вот так потому что когда у тебя стресс один стресс наложен на другую ты не можешь принимать адекватных решений а когда стресса уходят когда ты принимаешь адекватные решения по отношению к своей жизни по отношению жизни своих окружающих людей любимых людей тобой вот это вот то что я делаю что-то новенькое ну да наверное я смотрел youtube во всяком случае и подобных техник нету в мире да насколько я сейчас потихоньку началась уже англоязычные сайты эти youtube и под подобного нету прямой эфир конечно доброе утро нет проходите нормально да нет все хорошо вы первая просто да да ага вот вот но я уже здесь вообще то да Игорь все пересадите я замерю там внизу этот метод он он да он просто собрался из нескольких таких моментов это и психология и психосоматика и телеска есть и вправление спины есть да то есть оно одно в другое как-то вошло очень гармонично и потом есть взаимоотношение эмоции и денег то есть оно вот честно говоря когда-то я деньги привязывал к эмоциям очень этот за уши было притянуто потому что человек который меня снимал и делал брал интервью они как-то хотели деньги привязать мы привязали деньги к эмоциям и все я вот я вчера только прилетел и мы где-то 13 улетим улетим если все так свободно говорят по-английски знаете мне просто меня вымораживает просто у меня ощущение как будто весь мир говорит один я не разговариваю а 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 Вот, поэтому такие дела. Здесь все просто. Знаете, здесь на такси едешь, таксист разговаривает по-английски, у тебя ощущение такое, что ты же ходил и думал, что ты самый умный, а тут даже таксист говорит по-английски лучше, чем ты. И это очень странно. Вы знаете, вот смотрите, Игорь, подскажите, пожалуйста, поможет ли утренник избавиться от ощущения холода внутри, как будто внутри стена в виде айсберга, спасибо, поможет. Здравствуйте, проходите. Вы правильно идете, да. Это вот сюда потом, налево. Вот, а что такие дела? Приходите на тренинг, с этим холодом разберемся, но в крайнем вам понадобится, ну, два их может быть. Придите, если не будете сопротивляться, все вытащу, только придите, знаете, с доверием и без сопротивления, я вас прошу, не нужно на мне испытывать ваше айкидо эмоциональное лишний раз. В Москве я буду в конце мая, да. Вы напишите мне в директ, просто лось, 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 лось. Я, напишите мне имя и фамилию, и номер телефона, я вас добавлю в рассылку, и перед тем, как приехать в Москву, я разошлю. Это Дубай. С языком вы не единственный экземпляр, вы можете в ВК или в директ написать, да. Это просто нечасто бывает. Вы лучше, этот, вам зачем знать, это вообще не нужно. Язык этот тех, давайте вот так, чтобы вы не мучились, или вы еще больше мучиться будете. Это еду, когда подкармливают херню какой-нибудь, и начитывают туда нехорошие вещи, вот и все. В общем, друзья, ладно, давайте я эфир закончу. Давайте пока, уже надо будет работать. Все, всем хорошего дня. Спасибо за субтитры Алексею Дубай.